Добрый вечер, ровно 21.04 в Москве, и действительно у нас сегодня 16+, для детей старше 16, потому что говорить мы будем о порнографии. Низкий жанр, высокие мысли. Философы будут рассуждать об эстетике телесного низа. У нас регулярно в гостях появляются крупные издания, и сегодня у нас в гостях философский журнал «Логос». Вот здесь его главный редактор Валерий Аллашвили. Добрый вечер, Валерий. И следующий номер журнала, который выйдет в январе, отчасти посвящен теме порнографии. Невероятно интересная. Мы ее в нашей программе уже ставили. Она именно такая очень археологическая, потому что, собственно, она так или иначе окружает нас. Она находится в подсознании или даже в сознании практически каждого человека, но тема по-прежнему очень табуирована у нас в обществе. О ней очень мало говорится. И, собственно, об этом-то мы и хотели поговорить. О том, почему так табуирована порнография, почему она связана с областью стыда, надо ли вообще стыдиться порнографии. Ну и, собственно, как некое последствие, надо ли регулировать, регламентировать порнографию, запрещать ее или разрешать вводить специальные рамки специальными законами. Обо всем этом мы говорим. Вот я уже представил главный редактор журнала Валериана Нашвили. И наши гости — это Игорь Чубаров, старший научный сотрудник Института философии Российской Академии Наук. Добрый вечер, Игорь. Здравствуйте. И Александр Павлов, доцент философского факультета Высшей школы экономики. Здравствуйте. Ну вот, вы знаете, я хочу начать с такого вступления. Я вспоминаю то место в мемуарах Бродского, где он вспоминает свое детское пробуждение, раннее пробуждение сексуальности. И вот он вспоминает, в частности, такая картина Герасимова была под названием «Прием в комсомол». И вот там, пишет он, была немножко там одна девушка, которая в составе комиссии сидела, принимающая в комсомол, и у нее юбка задралась чуть-чуть, на пару сантиметров выше того, что было допустимой советской нормой. И вот он говорит, его, 15-летнего мальчика, эта картина настолько возбуждала, что вот его сексуальность, она пробуждилась буквально с этим. Я даже про себя тоже могу вспомнить, тоже, когда я рос уже немножко позднее, да, 15-14-15-летний советский мальчик. Моим, собственно, материалом сексуального воображения были картины Александра Дейнейки, знаменитого советского живописца, реалистца. Ну вот у него такие фактурные, скульптурные тела, спортсменов, рабочих вылеплены, такие женщины у него почти как у Веры Мухиной. Вот, и вот, собственно, в отсутствии того, что сейчас доступно любому школьнику, тогда это для меня являлось моему, так сказать, подростковому юношескому воображению. Это явилось невероятно таким сексуальным, эротическим фактором. Так вот, я хочу спросить, вот в связи с тем, что такое порнография, в связи с нынешними законами, что нам, запретить, может быть, Дейнеку? Запретить картину Герасимова прием в комсомол? Ну, чтобы что, чтобы еще интереснее было смотреть на случайные, случайно оголенные коленки? Ну, не знаю, вот в смысле регламентирования порнографии, потому что я так понимаю, что порнография это то, что вызывает возбуждение. Что является предметом порнографии? — Хороший вопрос. Я хотел добавить в представление наших коллег, которые в студии. Они оба являются авторами текстов в номере журнал «Логос», часть которого будет посвящена теме порно. Может быть, они что-то такое скажут и начнут. Но я пока буквально в скобках замечу в ответ на твой вопрос, Сереж. Да можно запрещать. И мы же видим этот тренд на запрещение. Очевидно, что будет подавляться все сильнее желание сексуальности такими формами запрещения. И уходить все это будет скорее в формы девиантные какие-либо, да, а не в нормальные проявления сексуального характера. Но если еще точнее отвечать на твой вопрос и возвращаться к тем ранним проявлениям сексуальности, о которых ты говорил. Ну вот давайте вспомним, как я это люблю делать, немножко уходить в историю. Лицо как таковое мы с вами можем напрячься и воспринять как обнаженное. Об этом Бодрияр в том числе писал. Ну, скажем, мусульманская культура так и поступает. Мы с вами принадлежим к этой культуре. Ну да, но она проблематизирует эту тему. То, что для нас является само собой разумеющимся, для них не является. Давайте мы будем говорить со стороны нашей европейской культуры. Мы, в принципе, над собой такое усилие совершить уже почти не можем. Мы не можем увидеть человеческое лицо как обнаженное. Неважно, это женское лицо или мужское. А теперь представим себе примитивные культуры, которые до сих пор, представители которых до сих пор ходят абсолютно обнаженными. И встает вопрос, почему они не воспринимают друг друга в качестве обнаженных. И что они видят, точнее, что они не видят такого, что мы видим, представители европейской культуры, в обнаженном теле. И почему для нас лицо не является обнаженным. Если вы позволите, я вставлю две копейки. Александр, а я отвечу на свои вопросы. Александр, расскажите за тем, и за тем, Валерий. Просто раз уж речь зашла о лице, то можно вспомнить фильм 60-х годов Энди Уорхола, который был не только рисовальщиком, он и инсталлировал что-то, он еще и снимал фильмы. И он снял довольно известный фильм, один из самых его известных ранних фильмов, «Блоуджоб», который на русский язык можно было бы перевести как, не знаю, может быть, запикывают, но дети не слышали. Оральный секс? Оральный секс, да. Оральный секс. И весь фильм, мы главным образом в течение 30 минут наблюдаем лицо молодого человека, и все, как бы, мы не знаем, что происходит, мы можем лишь только догадываться. И когда Энди Уорхол этот фильм, в общем, пытался показывать, его нельзя было смотреть где угодно, пытался показывать в университетских кампусах, в кинотеатрах, то его забрасывали камнями, очень сильно ругались, потому что он обещал многое, в то время как предлагал лишь одно лицо, которое... И об этом фильме многие спорят, но все сходятся, исследователи лишь только в одном, что это фильм о том, где совершенно точно ничего не происходит. Да, то есть, ну, он, по крайней мере, некий арт-любитель Энди Уорхол пытался как раз-таки увидеть эту сексуальность, эротичность лица в том лице через некий кинотеатрах. Ну, я как раз обратно имел в виду, я имел в виду, что мы не воспринимаем лицо как нечто обнаженное, именно потому что лицо выражает, собственно, все смыслы, которыми обладает человек. То есть, через глаза и через выражение лица мы воспринимаем весь массив культурных смыслов. То есть, оно нам нужно для коммуникации. Оно нам нужно для коммуникации. Ненависть, гнев, приязнь, ну и так далее. Бесконечное количество различного рода оттенков. Для этого нам нужно лицо. Но остальные части тела тоже годятся для коммуникации? В европейской культуре считается, что обнаженное тело, особенно ниже пояса, не может демонстрировать большое количество такого рода смыслов, которых демонстрирует лицо. Поэтому этот телесный человеческий низ опускают до выражения всего лишь одной генеральной эмоции, сексуального вожделения или демонстрации пола. Именно поэтому порнография становится достаточно узким системообразующим явлением, которое зациклено лишь, как нам кажется. На самом деле, конечно, это не так, разумеется. Но, как нам кажется, лишь на одной теме, на одном смысле. Демонстрация возбуждения или невозбуждения, или пола. Да, да. Почему эта тема важна? Потому что вот эти представители традиционных культур, которые ходят обнаженными, и на вопрос представителей европейской культуры, почему это вы так вот ходите, и почему вы не воспринимаете друг друга, как осуществляющих некоторый скандал или вызов общественного мнения. Это они говорят, у нас все тело — это лицо. Ну да. Все тело — лицо. То есть все тело, вплоть до половых органов, является выразителем огромного количества смыслов. Они делают татуировки себе на разных частях тела, в том числе на самых интимных. Для нас, для них, это не интимно, а просто выразить. Там какие-нибудь палочки вставляют, условно говоря. Все это что-то значит, да? Это все язык. Тот, который для европейцев концентрирован в лице. Ну, а каким образом мы табуировали этот язык? Почему мы его? Это что, это христианство, что настолько тело, огромный массив человеческого тела был изъят из оборота коммуникации? Христианство. Помните живопись христианскую? Да, ну, на самом деле, в христианстве, как раз в истории искусства, даже религиозного, средневекового, есть такие парадоксальные темы, которые в современной, допустим, более, на мой взгляд, ханжеской, уже в визуальной культуре вообще не поднимаются, не обсуждаются. Мы с Валерианом в Фейсбуке как-то обсуждали одну картину, которая еще в Средневековье канонизировалась, как-то стала иконописной такой канон. Это так называемая лактация, да? Это тема, которая проходила через... Когда встает проблема, вот именно обнаженной груди Богородицы, извиняюсь за выражение, так сказать, не пытаясь чьи-то религиозные чувства, это не должно затронуть, потому что это вполне каноническая тема. Вот, и, в принципе, не очень понятно, как это изображать, как вот святой Бенедикт, там, по-моему, да, или Бернард, да, каким-то образом вступает в отношения с материнской грудью Богородицы на глазах еще удивленных бенедиктинцев. И из этой груди хречит молоко, собственно, это называется чудо лактации. Это тип средневековых картин и поздних средневековых. Я думаю, что к этой картине, если допустить наших вот законодателей, некоторых регионах, так сказать... Да, то это будет восприниматься как порнография. Но тогда это не воспринималось. В 15 веке это не воспринималось. Тогда не воспринималось. Но тогда же уже появлялось, в 15-16 веке, вот эти первые скабрезные рисунки, они появляются. Ну, дело в том, что... Ну, от ваганты... Опять же, официальная какая-то, официальная иконография, да? Ваганта раньше. И иконография, скажем, идущая от каких-то народных масс, да, от каких-то там рынков, базаров, того, что связано с карнавалом, да? Да. Это как бы немножко параллельные, поддерживающие друг друга такие направления. Они, в общем, отражаются как бы друг в друге, как в зеркале. Если посмотреть, допустим, на современную ситуацию в этом плане, то вот изменение в отношении порнографии очень сильно сказывается на массовой культуре, да? Вот эта консервативная сейчас некоторая линия возникает, таких вот запретов, преследований, того, что еще в 70-е годы, вот, в Европе и в Америке, и вообще, и в России тоже отчасти, в советской, было более доступно и более массово, да, вот эти вхождения порнообразов в культуру, даже высокую, в хай-культуру было каким-то образом включено. Сейчас все это становится крайне проблематично. Дело в том, что очень трудно вообще изображать голое тело, особенно вот в живописи и в современных тоже средствах, таких как кино. Это вообще редкая удача, когда удавалось изобразить, ну, половой акт, например, в кино. Если это вообще вот можно назвать какой-то серьезной проблемой, то она, на мой взгляд, связана как раз не с тем, что порнография, она такая доступная и всем известная, а что вообще она большая редкость. Ну, скорее, да, кино преуспело в таком в ряде метафор знаменитой, да, голливудской, этот поезд, влетающий тоннель на полном ходу, или взлетающая ракета. Да. Я вот приведу такой пример из нашей жизни, вот, недавней, просто, чтобы прояснить эту ситуацию, условность и изменяемость отношений к порнообразам. Вот я в 90-е годы, так случилось, что был вот в поколении дворников-сторожей, там работал в одном ночном ресторане, и бандиты просто ночью приходили и хотели посмотреть со своими подругами порнофильм какой-нибудь. Тогда, в начале 90-х, это было очень модно, популярно, вот, такой целый был поток этих фильмов. А я, они говорят, есть у тебя что-нибудь? А я тогда был студентом первого курса философского факультета, и у меня был Пазолини, Соло. Ну, таба. Вот, и я им говорю, да, есть, конечно, у меня есть порнофильм такой, очень такой странный, сильный, и вам понравится. Ну, они, значит, начали смотреть, и как бы, и лица у них начали так, челюсти опускаться, они мне говорят, ну, слушай, ну, ты вообще извращенец какой-то. А при этом они смотрели какие-то ужасные порнографические фильмы самого низкого пошиба, но это их настолько затронуло, что они почувствовали себя сами голыми, вот, на улице. Вот в чем, как бы, тут хитрость. Вот она, да, сила, сила искусства, да, это Пазолини по Маркизу де Саду, Соло или 120 дней Содома. Один из таких самых скандальных, возмутительных и прекрасных фильмов мирового кинематографа. Вы знаете, у нас есть звонок, у Дмитрия есть вопрос гостям, и раз уж такое дело, напомню, наш телефон студийный 65 10 99 6, код Москвы 495. Позвоните нам и скажите, а надо ли нам вообще стыдиться порнографии? Ну, уже как может быть последствия, это надо ли ее запрещать, но вообще надо ли стыдиться порнографии? 65 10 99 6. Дмитрий. Да, добрый вечер. Вот вы говорите о неком таком культурном аспекте, но я сомневаюсь, что в каком-нибудь культуре мировой принято, чтобы там отцы или матери, соответственно, да, обучали своих детей, от чего именно надо возбуждаться и как именно вот воспринимать демонстрацию пола. Может быть, это все-таки какой-то на уровне человеческих инстинктов все происходит, а не столько какой-то культурный фон. То есть, скажем, там того же самого, ну, не знаю, там, условно говоря, дикаря, европейское общество, да, стоит там, то есть его никто не будет обучать, но он начнет именно воспринимать в качестве лица только лицо и наоборот. Нет, Дмитрий, ну, я сейчас гостя ответил, ну, а как, по-вашему, должна трансляция сексуального опыта происходить и вообще сексуальная инициация, там, ребенка? Ну, вот Бродский смотрел вот эту вот щелочку, я смотрел картины Дейнеки. А как вот 14-15-летнего мальчика, девочку, как их представить к этому? Они же иначе там в котельной, вон, как у Гай Германики там в школе, в котельной друг у друга неизвестно чему обучатся? Ну, я не знаю, что это Гай Германики. Я помню, мне лет было, наверное, 12, и ребята нашли какого-то достаточно ужасного качества черно-белые эротические, скорее, карты и рассматривали там, да, там, в раздевалке спортзала. Но как такого, вот, в советское время, я не помню, что были какие-то такие вот, да, вот, обучающие программы и так далее, но как-то вот проблема как-то вот отличить пол и понять, что все-таки какие-то... Воспринять какую-то вещь за намек на демонстрацию пола, да, как-то вот, ну, не возникало, в том числе и в юном возрасте. Понятно, понятно, Дмитрий, спасибо. Да, Валерий. Дмитрий, у меня два соображения относительно вашего вопроса, за которые спасибо. Первое, вы говорите, в каких культурах родители передают детям? По-моему, во всех. По-моему, это общекультурный тренд, и мы с вами видим во всяких комедиях и голливудских, и российских и прочих, когда мама подталкивает сын своего мужа, отца, говорит, поговори с не ребенком, он уже взрослый, расскажи ему, что нужно делать, значит, с девушкой. И наоборот, да, папа подталкивает маму, чтобы она поговорила с дочкой о сексуальном воспитании. Это первое. Второе, в Советском Союзе, ну да, карты, я тоже помню, были такие, на них ничего не было видно, ты, наверное, тоже, Сереж, помнишь такое. Был, был у вас в школе? Такие размытые такие какие-то формы. Ну, может быть, да, я сказал, нет, притаскивали уже какие-то журналы, да, уже датские, датские. Ну, журналы, они были слишком зачитаны, их было слишком неприятно брать в руки. Да. Но главное, я хотел сказать, что в Советском Союзе почему? Было воспитание. Были вот те самые учебники по сексуальному воспитанию, в которых, как сейчас помню, было сказано, что нормальный половой акт должен длиться не более четырех минут, писалось в советских учебниках по сексологии. А если больше четырех минут, то, значит, ты болен, и нужно срочно идти к секс-патологу. Это уже извращение. Ну, да, воспитали огромное количество людей, ну и так далее, больных. Да, мы сейчас, к сожалению, нам уже на короткий перерыв уйти. Напомню, до перерыва, нет, ну, к сожалению, тут у нас звонят люди 6510996, код Москвы495, звоните нам и скажите, надо ли садиться порнографии. Пауза пролетит быстро. Добрый вечер, программа «Археология». Сегодня, как всегда, в формате 16+, говорим о порнографии. У нас в гостях журнал «Логос», его главный редактор Валериан Анашвили, и авторы этого журнала, январский номер будет отчасти посвящен теме порнографии, это Игорь Чубаров, старший научный сотрудник Института философии, и Александр Павлов, доцент философского факультета Высшей школы экономики. Телефон наш студийный 6510996, звоните нам и скажите, а надо ли нам стыдиться порнографии? У Максима есть вопрос, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо вам большое за то, что подняли действительно такую очень табуированную тему в нашем, вроде бы как, современном обществе. На самом деле, по пунктам, точнее, я хотел бы сказать, по поводу порнографии как таковой. Если помните, был в десятых, если я не ошибаюсь, годах фильм голливудский с Вуди Харрельсом и Эдуардом Норфоном про астер «Народ против Ларри Флинта». «Народ против Ларри Флинта», да, все верно, да. Милоша Формана, да. В принципе, я считаю, что очень много правильных идей там подавалось. То есть, в частности, относительно порнографии, что считать более грязным и неправильным. Какие-то там кадры убийств или обнаженные тела красивых людей. То есть, в принципе, я считаю, вопрос актуален по сей день, когда смотришь телевизор. И второй момент. Вот что касается регулирования. Насколько я понимаю, в Европе, может быть, не в Европе, может быть, США, есть определенные показатели в фильмах для взрослых, которые позволяют разграничить либо это порнографический фильм, либо это фильм эротического содержания и так далее. Я, честно говоря, не вдавался в то, каким образом происходит эта градация. Но, тем не менее, насколько я понимаю, у них все это довольно четко, и они с этим живут, довольно успешно живут, снимают, какие-то премии дают и так далее. Я считаю, что, в принципе, если с головой и систематически подойти к этому вопросу, то все, в общем-то, становится несложно, мягко говоря. Развести по ячейкам, да, извините за такие фрейдистские образы. Вот интересно, и задает вопрос Максим, действительно, а почему смерть не табуирована? Да, у нас включить НТВ просто мочит без разбора, а секс табуирован. Если вы позволите, я попробую ответить. Дело в том, что всегда, и не только у нас, а вообще, в принципе, есть две табуированные темы. Это насилие, причем телевизионное насилие, насилие в кино, и это порнография, тема секса. И если мы обратимся к истории цензуры, то чаще всего любое общество, и даже американское, оно прежде всего беспокоится о теме секса. Сложно объяснить почему, но, например, когда в США прокатывали фильм Стэнли Кубрик из водной пельсин, то там много старого доброго ультра-насилия, как мы знаем, но американцы попросили вырезать несколько секунд именно то, что касалось эротики. И более того, даже если мы обратимся еще к более современному примеру, это Южный парк в одной серии, там дети одному мальчику кидают в глаз звездочкой, он вытекает, и они как бы совершили серьезные преступления, но другой мальчик, обнаженный, выходит на сцену, и его сажают в домашний арест на шесть месяцев, а им ничего нет. То есть здесь сложно объяснить, но, наверное, стоит сказать, что всегда тема секса и, наверное, даже уже было бы сказать, тема непристойности, она всегда людей трогает больше, а к насилию мы стали уже давно гораздо более воспринимательными. А вот почему? Вот это я и пытаюсь понять. Это что, моногамность, религии, механизмы общества, это все ради моногамии, чтобы исключить промискуитет? Нет, конечно, я вот считаю, что здесь такой клубок существует в этой проблематике с порнографией. Насилие, закона, непристойности почти неразрешимый часто, он так идет общим пакетом, и мы его воспринимаем как что-то неразличимое. На самом деле, вот задаться простым вопросом, что именно запрещено в порнографии, и сразу становится более-менее понятно, что на этот вопрос не очень так просто ответить. Запрещено именно в порнографии, если судить по буквы закона, до такого всем нам известного, именно какие-то последствия от восприятия порнографического фильма или рисунка, особенно для детей, или для какой-то неустойчивой части общества. То есть то, что называется сексуальным возбуждением. То есть считается таким образом, что сексуальное возбуждение является какой-то издержкой, какой-то опасностью. Болезнью, да, человек посмотрел, возбудился. Но в то же время мы все знаем прекрасно, что не только каждый человек более-менее такой взрослый, здоровый, даже и в детстве каким-то образом ты касаешься этих тем, и возбуждение, наоборот, является чем-то желаемым, и часто довольно сложно как раз его получить. Если бы порнографические фильмы вызывали бы у кого-то, например, нашего уже возраста, возбуждение, то это было бы удивительно, на самом деле. У меня, например, очень мало фильмов сейчас могут вызвать какое-либо вообще возбуждение. Мне больше интереснее говорить о порнографии, вот, нежели ее смотреть. И да, уже как бы... Ну, 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 не знаю, я за себя скажу. Я отчасти пытаюсь вас немножко тут развести на личные признания. Ну, да, да, сейчас пойдет. Потому что эта тема сама по себе включает в себя запрет. Вот мы начинаем об этом говорить, и мы уже отчасти попались в какую-то ситуацию взаимных запретов. Очень сложно говорить о порнографии. Так же, как и смотреть ее совместно. Это личный акт почти. То есть люди вот смотрят, и, в принципе, отношение такое же, как, может быть, к потреблению каких-то там наркотических или алкогольных средств. То есть это тайна за семью печатями. Но при этом в обществе, во всем мире это есть, это рынок, это особое производство. И, наверное, по-моему, самый большой вообще рынок. И вообще довольно... Если не правильно, то 100 миллиардов долларов. Да, то есть это рынок. Наверное, самый мощный. Больше, больше, чем Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple и все остальные вместе взятые. Короче говоря, я веду к тому... И кто те люди, кто это смотрит? Потому что если каждый из нас опросить, ты смотришь порнографию. Нет, не смотрю. Конечно нет. Кто эти люди? Почему? А я совершенно не стыжусь признаться. Смотрю порнографию совершенно нормальная. Вот я хотел бы этот тезис провести. Провести этот тезис, что и признание в том, что ты смотришь порнографию, тоже назвучит как бы, ну, какую порнографию, что за порнографию. Это очень сложно. Никита у нас на линии. Напомню, наш телефон 6510996. Звоните нам и скажите, надо ли стыдиться порнографии. Никита, слушаем вас. Да, здравствуйте. Ну, во-первых, Финам ФМ опять спасибо за то, что, короче, мне единомышленников нашли. Потому что тема действительно очень интересная и требует немного более пристального внимания. Хотел бы вот что сказать по поводу порнографии. Считаю, что, ну, вы знаете, то, что запрещено больше всего и то, что труднее достать, обычно это одно и то же. Соответственно, вы говорили о том, что порнография для детей, это, ну, сексуальное возбуждение и так далее. Просто мне кажется, что с самого детства сексуальное наслаждение получить действительно труднее, чем все наслаждения вместе взятые остальные. Например, гораздо труднее найти себе подружку, чем пойти убить человека. Я думаю, вы будете согласны с тобой. Интересно, это прям вам просто прямая дорога к маркизу де саду. Так, Никит, продолжаем. Понимаете, да, и вот именно такая философия подводит меня к некому логическому тупику. Ведь секс — это то, что дает жизнь, это то, что делает нас людьми. Однако это и в тот же момент... Да, но все-таки секс, понимаете, порнография связана не просто с сексом, а с удовольствием от секса. Ведь в культуре очень много репродукций и удовольствия были разведены, ведь фактически до сексуальной революции, до 60-х годов. Абсолютно это я имею в виду. Это все, как бы, что может получить человек и то, что он хочет. Так что это действительно очень интересная точка зрения. А вот мой вопрос к вам. Да. Хотел бы спросить, а как, по-вашему, существует ли какое-то ограничение по, ну, знаете, как бы так сказать? Я понимаю, что в разной религии отношение к порнографии разное. Но как вы думаете, существует ли действительно какая-то различная цивилизационная парадигма восприятия порнографии у людей разных религий, например, мусульманина или, скажем, у буддиста? Хороший вопрос, Никита, да. Я вот немножко даже его расширю этот вопрос, хотел спросить. Смотрите, вот мы сидим здесь, да, трое мужчин. Звонили нам до сих пор, да? У нас четверо. Четверо, ну, в смысле, вас трое гостей, да, да. Трое гостей и ведущие, да, да. А вот четверо, четверо, четверо мужчин. Звонили уже четверо, да, по-моему, или пятеро. Такая очень мужская тема. Ну, так вот вопрос в том, что кто испытывает возбуждение, субъект возбуждения? Это белый мужчина, да? Вот. А порнография, она же воспринимается по-разному. То есть она, во-первых, гендерно, да, маркирована, а во-вторых, она цивилизационно маркирована. Вот как нам к этому отнестись? Позвольте мне про женщин сказать. Ну, и затем про цивилизации, что в разных цивилизациях по-разному. Да, про цивилизацию я предоставлю слово коллегам, а про женщин я, если позволите, скажу. Штука в том, что вот вы сказали, что субъект порнографии — это белый мужчина. Есть точка зрения, что на самом деле, например, когда мы смотрим фильм, то мы как раз-таки являемся объектом для порнографии, потому что актеры, которые там что-то изображают, они действуют. Они как бы главные действующие лица, их действие направлено на нас. То есть они должны нас возбудить, и мы либо возбуждаемся, либо нет. То есть объектом являемся мы. Но штука вот в чем. Если говорить о женщинах, то действительно, пока что мы не получили ни звонка, и не упомянули про это. Женщины, звоните нам и скажите. Пожалуйста. 65, 10, 99, 6. Милые наши девушки, дамы, женщины. Естественно. Как вы относитесь к порнографии? Надо ли ее стыдиться? Естественно, есть вопрос, этот ответ у феминисток. При всем том, что феминистки, они тоже всегда не одинаковые. Есть феминистки ортодоксальные, они выступают против порнографии. Они говорят, что порнография — это теория изнасилования на практике. Любой мужчина, который смотрит порнографию, он обязательно ей пойдет изнасиловать десяток другой женщин. Это такие суровые феминистки. Их представляет, ну, представлял Андрей Дворкин, такая полная женщина, которая говорила, что она, в общем, выглядит как хочет и так далее и тому подобное. Есть другие феминистки, либеральные феминистки. Они говорят, что порнография — это та сфера, где женщины могут составить реальную конкуренцию мужчинам. Камила Палья, по-моему, да? В том числе. Но она все-таки обращается к культуре, к литературе. А некоторые феминистки говорят, что обратите внимание, что сколько мы можем назвать порнозвезд женщин, ну, мы как бы одну-две назовем, я думаю, да, и сколько мы знаем порнозвезд мужчин. И, в принципе, мало кто нам, кто-нибудь скажет, ну, может быть, там, самую классику, и то очень тяжело вспомнить. И Ветра Сталлона, нет? Ну, какой-то... Ну, это его юношеские эксперименты. Да. Что так? Нет, ну, там один из... Ну, мне приходит на ум там Рокаси Фредди. А, да-да-да, есть точно. Да, ну, там, тем не менее, ну, разве сможет Рокаси Фредди сравниться с популярностью Саши Грей, которая ушла из профессии, как мы знаем. Вот, да, то есть, как бы, и даже... Пошел профессиональный разговор, да. Вот оно, да. Да, 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 то есть, даже женщины, феминистки, которые вроде бы должны осуждать порнографию, они, на самом деле, относятся к ней абсолютно по-разному. И вот еще есть еще одна женщина, которая стала непререкаемым авторитетом. Она, кстати, будет в нашем журнале. Линда Уильямс, авторитетнейший специалист по порнографии. Она, например, признается, что это... Ну, я феминистка и все дела, и мне порнографию смотреть тяжело, но она необходима для того, чтобы расслабиться. И если я, я цитирую Линду Уильямс, и если я хочу расслабиться, я смотрю гей-порно. Ну да, как мужчины смотрят лесбийское порно, значит, да, она смотрит гей-порно. Интересно. 65, 10, 99 и 6. Надо ли нам стыдиться порнографии? Рашид Налиния. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Я, честно говоря, не знаю, надо ли они. Я знаю, как бы решают, если я сам. Я хотел вам предложить два мнения о природе этого студа и спросить, насколько вообще такое мнение представляют ученые. Да, можно так сказать. Вот если смотреть глазами мужчины на то, что происходит на экране во время пронографического фильма, то, по идее, мужчины, как самец, он должен захотеть получить себе такое же прямо сейчас. Если он не может этого сделать, очевидно, он проиграл лидер, плохой самец, да, и смотреть такое, ну, неприятно. Вот. А основное мнение, что то, что мы видим на экране, да, оно там доступно людям среднего возраста и, наверное, слабо доступно тем, кто задает основы морали в нашем обществе, где-то, там, взрослому, совсем взрослому поколению, да, потому что в их глазах, там, поставив себя на экран, ну, будешь выглядеть немножечко смешно, наверное, с точки зрения современного общества. И, возможно, вот этот стыд, он индуцирован тем, что, ну, вытесняется из сознания. Ну, да, то есть вопрос в том, кто, собственно, осуществляет эти запреты, да, что запреты — это более старшее поколение, которое уже ничто не интересует и не волнует, и которое даже к интернету имеет худший доступ. Оно-то все это дело и табуирует. Ну, да, вот то, что Рашид тоже предполагает, что человек, как бы нормальный человек, посмотрев порно-ролик, должен немедленно воплосить это все в жизнь. Ну, это сомнительная, конечно, сомнительный тезис, потому что, во-первых, порнообразы и порностандарты, они же меняются не только от культуры к культуре, но и, как мы вот говорили, во времени. Всегда существует какая-то нехватка, что ли, некоторые культуры визуальные, да, связанные с обнаженным телом. Это вечная тема вот для живописи, она как-то ее долго обсуждала, там, долго пыталась как-то сформулировать свой подход к этому, к этой проблематике. Почему она такая непростая? Потому что в нее вшита вот нехватка, собственно, порнографии, вот нет, как бы, ничего, в ней нет, как бы, содержания. Нужно добавлять что-то, а именно, нужно добавлять запрет, прежде всего, на порнографию. Поэтому юридический запрет работает на порноиндустрию, я считаю, это очень важный фактор, да. Потом на символическом уровне, ну, если мы посмотрим, то, в принципе, порнография вот в чистом виде, да, она осуждается не столько по моральным соображениям, а с точки зрения того, что мы вообще называем порнографией, вот в нашем повседневном языке, мы говорим, вот это порнография, хотя это вообще не связано никак с эротикой, там, какой-то, или с голым телом. Мы можем про философский текст сказать, вот это порнография, да, настоящая. Почему? Это когда предельная обнаженность и гипер-такая вот реальность, как называл это Бадрияр, образа, да она нам во всем своем, как бы, представлении полном, но она, когда нас не трогает, она, как бы, пустая. Вот это именно такое разочарование перед голым, как бы, телом, говорит о том, что в порнографии голое тело не главное, и даже совокупление людей, там, да, является главным в порнографии. Там есть такие более тонкие вещи, А что же главное? Связанные с тем, что на самом деле там запрещено, я вот об этом говорил. Запрещено в порнографии именно сам сексуальный акт как таковой, как форма насилия. То есть он считается сам как насилие, поэтому он, как бы, запрещается в порнографии. Вот именно это ускользает часто от людей, которые к ней подходят так вот внешне. Но если проследить за собой, что именно тебя в чем-то возбуждает, и какие именно работы, вот этому Рашид, например, может посмотреть, исследовать свое тело с этой стороны, он может прийти к неожиданным каким-то выводам совершенно, что его там какая-то мелочь, которую вообще никто не замечает на этой картинке, она его приводит, на самом деле, в дикий восторг. Например, какое-то доминирование. Вы знаете, как вот в сексуальных сценах, в порнографических, значит, фильмах, в принципе, они меняются, эволюционируют в истории. В какую сторону? Вот феминистки, кстати, были против того, что женское тело используется именно как некоторый объект. Ну да, то есть... Сказать доминирование мужского над женским. И это у многих мужчин вызывает... Именно это вызывает возбуждение. А не сам сексуальный акт, как и таковой, в таком абстрактном смысле. Понятно. И вот это очень важно. 65, 10, 99 и 6. Звоните нам и скажите, надо ли нам стыдиться порнографии. Вот, наконец, у нас женский звонок. Лида, слушаем вас. Добрый день. Добрый вечер. Может быть, конечно, у меня позиция женская и эволюционная, но мне кажется, что порнографии надо стыдиться, потому что она отнимает у человека что-то человеческое. И если вы смотрите слишком рано, мне кажется, это очень сильно... Ну, человек сам себя ворует тем, что его мысли вообще пойдут в другую сторону. Нет, ну а в какую сторону? Понимаете, секс же, он все равно присутствует в мыслях человека. Так или иначе, если не порнография, ну, вот, как, я не знаю, тот же Бродский, он будет его искать в картинах, в искусстве, в живописи. Все равно от этих навязчивых мыслей никуда не деться. Ну, может быть, я сейчас говорю даже не про конкретный эпизод порнографии, а про то, как движется культура, там, глядя на фильмы и так далее. И это очень обидно, потому что все так упрощается, с одной стороны, с другой стороны, все становится таким доступным, и с третьей стороны, человек все больше как-то становится похож на какую-то зверушку. И как-то, ну, не знаю, я в свое время этого не насмотрелась и так далее, и что там работала в каких-то других сферах. Хотя, мне кажется, вот лично я могла бы, там, смотревшись, как бы получать удовольствие такое примитивное и быть довольной такой жизнью. — Понятно. Ну, то есть, ваше мнение, что здесь как-то уходит человеческую, уходит любовь, да, остается голый секс, остается голая нежность. — Да, просто человеком быть довольно трудно, что быть действительно человеком. И как бы это лишнее такое препятствие и лишний такой соблазн. Не знаю, мне кажется, это будет путь к дегенерации. — Понятно, понятно, понятно. — Если это будет таким доступным. — Спасибо, спасибо, да. Очень интересное мнение, Лидия говорит. Ну да, что вот действительно часто приходится слышать, что это некий путь к дегенерации общества, что показывается вот эта вот голая животная часть человека, уходит человеческий компонент. — Я бы хотел вернуться к тому, о чем говорил Игорь, сейчас буквально через минуту, а пока ответить Лидии, сообщив, что существует огромное количество видов животных, в которых различено, имеется различение между сексом и обменом генами. Ну то, собственно, продолжением рода. Просто многие виды обмениваются генами за пределами занятия любовью. — То есть любовь выделена исключительно в такое наслаждение? — Да, занятие сексом — это просто наслаждение. А продолжение рода — это обмен генами. — Это что за животное? — Ну разные мелкие, там, позвоночные, ракообразные и прочее, прочее. Ну их просто бесчисленное количество. — Хомяки, сетевые хомяки. — Да, хомяки. — Ну действительно, важную вещь заметил. У них есть порнография как раз в легком доступе. Вот Игорь важную вещь отметил, к сожалению, как раз под конец передачи. Собственно, об этом-то и надо было говорить. Вот представьте себе картину или фильм, в котором идеально изображено прекрасное обнаженное тело. Ну, противоположного пола, чтобы понять, что я имею в виду. Создав воображение эту картинку, мы с вами поймем довольно быстро, что нас это совершенно не возбуждает. Просто прекрасное тело полностью предъявлено. И действительно, смысл порнографии заключается в том, чтобы с одной стороны предъявлять, с другой стороны скрывать. Предъявлять что? Предъявлять такую странную вещь, как пол, которая, в общем, нам самим не предъявлена. Вот Бадриер, опять-таки, о котором мы сегодня упоминали, он говорит важную вещь. В чем вот проблема порнографии, которая, собственно, самоуничтожается. Порнография самоуничтожается своей собственной активностью. Порнография предъявляет пол так, как вы этого никогда не видите сами и не хотели бы этого никогда увидеть. Крупным планом половые органы и их функционирование, в принципе, это то, что нормальный человек в нормальной ситуации, в общем, не видит. Даже если пользуется этим, да? Порнография предлагает это видеть крупным планом, тем самым мы начинаем видеть то, что мы, в принципе, видеть не можем и не должны. Ну что значит не должны? Это дополнительное зрение? Сейчас даже вот это в порнографии есть, где вообще внутрь камеры вставляются, там, внутрь женских органов, внутрь мужских и так далее. Это вот как раз важная интересная тема. А что является пределом? Хорошо, мы увидели крупно половые органы, мы зашли внутрь. А что если расчленить тело и зайти еще глубже, да? Это же тоже будет некоторый вуэризм такой определенный. Ну, расчленить, я надеюсь, компьютерной методикой, да? Не разрезанием циркулярной пилой, компьютерным томографом. Валерий, а что ты имел вне? Нет, ну просто Валерий покажет эту границу, как вот от приятного и милого мы доходим до какой-то боли и смерти. Вот, в принципе, важно еще заметить под конец, что визуальная культура, она меняется. Ну что, конец, конец еще у нас 18 минут эфира, и у нас куча зрителей, слушателей на линии. И вот сейчас мы послушаем. Игорь уже закончил. Сейчас мы возьмем ваши звуки. Эту тему, чтобы закончить, все-таки очень важно сказать, что есть позитивные функции у порнографии все-таки. Почему? Потому что это как некий предел чувственности, сексуальности. Он обучающий, носит образовательный характер. Конечно. В том смысле, что, например, девушка говорит, что это нечеловеческое и так далее. Но если она задастся вопросом таким совершенно простым, вот каким образом, когда она получает удовольствие, связано это с образами какими-то, или она как слепую этим занимается, и совершенно никого не представляет. Может выясниться, что она Брэда Питта представляет. Или какие-то особые специальные способы, к которым ее молодой человек вообще не способен даже. А этому она научилась где? В интернете. Вот в этих коротких клипах, которые мы сейчас уже смотрим, а не фильмы долгие. И вот эта новая культура формирует из способы того, что является приятным, что вносит наслаждение, что нет. Это да, очень важно. Действительно, человеку даются некие очень мощные чувственные образы, которые он дальше несет с собой уже в свою сексуальную жизнь, в свои сексуальные сценарии, в свои отношения с партнером. Это, мне кажется, очень важная и обогащающая часть. Я бы сказал, не все-таки порнография полезна, я бы сказал, порнография в первую очередь полезна для общества. Это огромный терапевтический инструмент. Вот мне раз бывший в нашей программе Игорь Кон, покойный, всегда тоже об этом говорил. Это изображение здоровых, сильных людей, радующихся сексу. Это привнесение радости в жизнь, привнесение полноты жизни. Вот у нас, кстати, Борис пишет на сайт порно, после определенного возраста служит некой безопасной Виагрой для возбуждения к жене, с которой прожил уже не один десяток лет. Вот. Давайте послушаем наших слушателей. 65, 10, 99 и 6. Код Москвы 495. Код программы 16+. Нужно ли нам стыдиться порнографии? Дмитрий. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Во-первых, я полностью согласен с мнением о терапевтическом эффекте порнографии. Да. Это не только использование образов полученных, но и обучение техникам определенным, которые позволяют получать удовольствие и преодолевать комплексы и проблемы, которые бывают у людей. Некоторые с ними живут много лет, не понимают, как преодолеть. И тем, кто открыт порнографию, она может эффективно обучить. И второй момент, который хотел бы упомянуть, это терапевтический эффект для общества. То есть человек, который смотрит порнографию, но мужчина разряжается, у него, на мой взгляд, агрессия и идея об изнасиловании на улицах и прочее, прочее, они сильно усиливают. Это социальный разряд, который обеспечивает и стабильную семью в том числе. Ну да, да. Оно, так скажем, трансформируется в безобидный процесс просмотра порнографии, а не в течение борделя, которые опасны для здоровья, для молодежи. Ну, естественно, господи, просто мастурбация какая-то, разрядка человека идет, и нет вот этого, так сказать, накопления энергии. Вот, абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Агрессия — это однозначно позитивная. Спасибо, спасибо. Семен, на линии, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень интересная тема. Спасибо за то, что не побоялись, так сказать, туда окунуться, пригласить специалистов. Здорово. Надеюсь, пусть еще раз. Постараемся. Да, слушаем вас. Пять копеек свои ставлю. Больше десяти лет я уже занимаюсь работой с молодежью, с подростками. Разные вещи приходилось наблюдать, в том числе и вот эту часть вопроса, страшление, наверное, практически каждого мужчины. Что я увидел за эти десять лет? То, что, к сожалению, вот, к сожалению, я должен констатировать факт, что подростки, ребята, которые активно смотрели порнографию к своим двадцати с лишним годам, пришли к тому, что абсолютно, ну, практически абсолютно фригидны к обычным женщинам, к своим женам, огромнейшая проблема в сексуальной жизни, в сексуальной своей жизни. И без вот этой искусственной стимуляции, без вот этих разыгранных сцен, они не могут существовать в реальном мире, когда перед ними, простите, вот реальная абсолютно жена, которая не издает невозможных криков, только от вида его любимого, где надо, извините, работать, и где вечерний секс должен начинаться утром, когда ты целуешь любимую, когда ты пишешь ей романтические смс, и заботишься о ней, даешь цветы и так далее. И так далее, к сожалению, вот опыт скорее печальный, чем позитивный в этой области. Понятно, спасибо, очень интересно. Спасибо, да, интересное замечание. Да, пожалуйста, Игорь. Я просто хотел сказать, вот как раз мне подхватить эту идею насчет Виагры, да, такой визуальной Виагры, как сказал наш слушатель, дело в том, что это связано с какой-то нехваткой вообще воображения в этой области, да, это какая-то проблема наших современных именно людей, но в то же время тут есть, нельзя сказать, что это однозначно хорошо. Дело в том, что это все довольно-таки опасная тема все-таки, поэтому не случайно этот бизнес является до сих пор как бы теневым и даже запретным, да, и мы не увидим этого где-то там по центральным каналам никогда. Я вообще хотел обратить внимание на такую тему, как все больше, ну, как бы симуляция этих порнографических фильмов, ведь они же довольно нелепые, а вот им на смену приходит, в общем-то, аниме, то есть приходит как бы мультипликационная порнография, и она побеждает любую порнографию человеческую на сегодняшний день. И это говорит очень забавно о вообще этой всей теме сексуального желания. Побеждая в том смысле, что она еще более гиперреальна в своих проявлениях, и, в принципе, вот такого рода химия, можно сказать, визуальная, она на сегодняшний день, ну, как бы один из топов, по-моему, этих порнографий. Она же, смотрите, она не обязательно визуальной должна быть, она будет и текстуальной, может, я вспоминаю, скажем, качественные образцы текстуальной порнографии, которые, в общем-то, возбуждают, мне кажется, еще посильнее визуальной порнографии. В том числе авторов известных французских философов. Да, да, да. Нет, штука в том, если позволить, то, ну, уже звучало пару раз имя Маркиза де Сада, и дело в том, что в XVIII веке во Франции, в отличие от Англии, например, там, в порнографии все просто кишило, литературной. Кроме Маркиза де Сада... То есть издавалось огромное количество журналов, специально порнографических, с графикой порнографической. Кроме Маркиза де Сада мы никого не можем назвать как автора. Почему? Потому что Маркиз де Сад переплюнул несколько столетий благодаря вот этому своим нарушениям запретов, трансгрессии. Чем более извращенные вещи он выдумывал, все, что он делал, он сначала выдумывал в своей голове воображение и только потом осуществлял на практике. Когда он это записывал, значит, он явился как бы одним из главных авторов порнографии, который всплыл в XX веке и которого обсуждали весь XX век. Пазолини неслучайно взял на Маркиза де Сада, хотя мы можем спорить долго об этом фильме, чтобы как бы показать вот эту вот трансгрессию. Здесь есть одна очень интересная деталь. Порнография, она всегда, как бы человек, который ее смотрит, она чаще всего... Ну, бывают те, которые остановились, там утром посмотрели ролик, пошли на работу и забыли раз в неделю. Но бывают те, которые хотят все больше, больше, больше. Я думаю, что... Ведь есть же зависимость. О тех людей, о тех людях говорил Семен. То есть это определенный круг людей. Так вот, порнография — это некая опасность. Она всегда пытается нарушить запрет, предвигаясь к границе, но она никогда до нее не доходит. Граница только отодвигается, и ее нарушить нельзя. То есть мы только ее можем отодвинуть. И поэтому, как бы, люди углубляются дальше, дальше, дальше. Здесь есть любопытная вещь. Это можно преодолеть за счет обратной трансгрессии. Какой? Игорь просто заговорил про новую форму порнографии, аниме. И есть совершенно гениальный сериал, который называется мини-сериал интернета «Порно для всей семьи». Там 8 серий, и он там где-то... Это ролики, 2-3 минуты, где... И он имеет слоган такой. Для тех, кто любит в порнографии все, кроме секса. Там есть все от порнографии. Там есть сцены, порнозвезды, Саша Грейб, Ладонна, главные герои, там все обыгранное, там эти сантехники, механики, да? Но там нет... Разносчик пиццы, да, да. Абсолютно, да. Разносчик пиццы, сантехник, да. И это как бы как раз-таки стереотипно. Шофер, да, да. Абсолютно это все есть. Там есть форма, стилистика, пародии, но каждый раз они приходят к какому-нибудь интересному смыслу, сюжету, юмору, и это решается. И очень много людей от этого сериала в большом восторге. И обожают его. Интересно, да. Порнография, порнография без секса. Ну, знаете, сейчас я приму звонки наши, напомню, наш телефон 651099,6. Вот то, что вот говорил Игорь об аниме. Но ведь дело в том, что еще вот этой вот классической такой лощеной, глянцевой, бесстрастной порнографии, в духе Das ist Fantastisch, да, вот этой немецкой. И сейчас же такая порнография 2.0 все больше появляется. Огромное количество любительских видео, любительских роликов, где люди вот действительно, вот там вот ты прикошаешься к живому куску реальности. Люди не играют, люди действительно вот в этот сеанс эксгибиционизма, они хотят показать свои интимные отношения городу и миру. Вот что интересно здесь, что порнография депрофессионализуется, и то же самое, что происходит с Википедией, то же самое, что происходит с этим, с коллаборативным текстом интернета, то же самое происходит с порнографией. Мне кажется, это процесс с точки зрения тех, кто снимает, скорее, чем с точки зрения, кто смотрит. Я думаю, здесь непропорциональный рост, и что людей, которые пытаются, да, предъявить себя эксгибиционистически, больше, чем те, которые будут готовы смотреть эти непрофессиональные порно-ролики. Понятно. 65, 10, 99 и 6. Максим, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, Максим. Вот у меня такое... Во-первых, спасибо вам за спокойное обсуждение вот этой темы, да, потому что, в общем, часто слышишь достаточно либо циничное, либо осуждающее, а у вас оно спокойное. Вот спасибо. Максим, а вы нас не видите? Может быть, мы тут такие гримасы строим? Кстати, вы можете видеть. Есть, есть, есть. Трансляция, трансляция есть, да. Да, Максим. Нет, я чувствую, что вы знаете, вы знаете, о чем говорите, я чувствую. Значит, я вот что хотел сказать. Вот тот самый стыд, о котором вы говорите, да, судя по всему, это непременные условия вообще существования человека в порнографии, да? Да. И то, что заставляет его в некотором смысле смотреть ее. Потому что мне вот моя жена, например, периодически предлагает там совместный просмотр, я не могу через себя переступить, мне стыдно, в общем, да? Ну, если это стыд, конечно, какая-то там. А потом, значит, я вот понимаю, что, наверное, я не хотел бы пускать ее вот в этот мир, да? Потому что, ну, наверное, да. Скорее, извините, Максим, все-таки, наверное, это у вас ревность по отношению к возможным размерам мужских достоинств у порно-актеров? Нет, что совершенно нормально, все в общем в порядке. Нет, нет, это я совершенно серьезно имею в виду. Все-таки что это, стыд или ревность по отношению к возможному третьему в ваших отношениях? Неважно, визуально, в третьему или реальному. Знаете, я не могу, я так глубоко, так глубоко я это не оценивал, не осмысливал, но интересно, я как бы не в этом делаю. Ну да, мне кажется, Максим, вы больше о том, что это какая-то ваша сфера интимности и приватности, да, вашего частного, да? Конечно, конечно. Которую вы не хотели бы делить с женой. Да, да, я думаю, любому, наверное, стыдно немножечко говорить об этом, смотреть ее, и тем не менее это туда и толкает, вот это стыд туда и... Смотрите, вот я, ну, так сказать, немножко тоже вот задам вопрос с женой, не хотели бы жили... А вот, скажем, я не знаю, это там, неважно, там, есть у вас, нету, там, с любовницей, вот, с какой-нибудь, там, с девушкой легкого поведения. Вы могли бы представить совместный просмотр? Наверное, да, наверное, да. Ага, то есть, да, то есть, да, уже нет. Да, да, то есть, да, уже нет. Вот я говорю, здесь какая-то сфера какого-то... Максим, я интересный его вопрос поднял. То, о чем вот девушка наша, звонившая, говорила, то, что есть вот этот человеческий компонент отношений, вот эта какая-то трепетность-нежность, да, которая в порнографии уходит, соответственно, просмотр с женой нельзя смотреть, да, а, скажем, с девушкой легкого поведения можно. Спасибо, Максим. Наверное, да. Наверное, да. И знаете, еще одна заметка, я хочу вам такое замечание сделать, ну, не замечание, а такую зарисовку из жизни. Мы с друзьями были в Голландии, в Амстердаме, ну, и, конечно же, пошли в квартал красных фонарей, ну, не в музей же идти. Вот, поэтому пошли, конечно же... Да-да-да, значит, пошли, там, значит, там есть эротический театр, я думаю, все, кто там был, все там были, да. Там я поймал себя на мысли, что это абсолютно неинтересно, вообще неинтересно. Это неэротично, это неинтересно, в общем, нет в этом никакого абсолютно вот кайфа, то, что называется, да. Хотя это абсолютная порнография, они делают то же самое, что там ты вечером смотришь на экране, вот ровно то же самое. Но это неинтересно почему-то. Почему, вот не знаю, вот, может быть, там вы это оттуда. Понятно. Как зарисовывалось. Спасибо, спасибо. Вот Игорь хочет что-то ответить. Да, я тоже был в Амстердаме, именно с исследовательскими целями, ничего не подумайте. Вот, но я посетил и, в том числе, и музей, и должен сказать, что там, как бы, этот комплекс, он цельный, в принципе. Нельзя сказать, что это как-то там... Одно другого отделено. Там вот церковь, там, на этой улице, и вокруг нее вот эти толстенькие такие приятные негритянки, вот, для определенного круга американских посетителей, да, этого места. И меня удивило то, что сексуальность там, в принципе, она, вот, как бы сказать, она репрессирована, можно сказать. То есть она принижена. В принципе, ты чувствуешь... Я сам-то не заходил, но, глядя на окружение, там, в принципе, вид такой вот у этих мест, где, в общем, ну, как в больнице. Вот ты приходишь в зубную поликлинику, и там с тобой что-то делают. Потом ты, как бы, говоришь, а где же любовь? Где же войны? Это не только в Голландии, это в Германии. Да, да, да. Саша, ты больше подготовлен, я понимаю. Нет, я согласен, Игорь, я то же самое наблюдал на репербане, знаменитом гамбургском. Вот, вот это вот невероятная какая-то такая обезличенность, коммерциализация вот этой всей транзакции. Я просто веду к тому, что все-таки вот в порнографии есть какие-то удачи, есть все-таки какие-то успехи, а есть слабые фильмы, совершенно слабые, как бы, работы. В этом надо различать, поэтому порнография от порнографии. Слушайте, вы знаете, у нас мы неожиданно так заговорились, время эфира пролетело совершенно незаметно, у нас буквально две минуты осталось. Вы знаете, один женский звонок я приму, Евгения у нас на линии, Евгения, очень коротко, если можно, слушаем вас. Добрый вечер. Я хотела бы добавить только одно ко всему сказанному, очень точное, очень верное, очень емко сказанному. Любое явление может быть ядом, а может быть лекарством. Поэтому для того, чтобы порнография была лекарствована с ядом, ее надо контролировать. Например, подросткам, на мой взгляд, все-таки до определенного возраста это смотреть не следует. И здесь должны быть некие регламентирующие границы. В том, что это благо, запретный плод всегда привлекает больше, чем разрешенный, в этом нет сомнений, по-моему, ни одного нормального вменяемого человека. Спасибо большое. Спасибо, Евгения. Да, согласны. Да, пожалуйста. Если можно, по поводу цензуры. Ирвин Кристалл, американский консерватор, 1973 года, но он тогда только перестал быть либералом и стал консерватором, сказал следующее, 1973 год, еще порнография в США не так популярна, тексты есть, он говорит, друзья, много лет мы жили в США, имели порнографию с-под полы и жили неплохо. Давайте так ее оставим. Если кому-то она нужна, мы совершенно не против, приходите, покупайте ее с-под полы, в общем, забирайте, но если человеку извращенцу или кому-то она нужна, то он должен потратить на это какие-то усилия. Но цензурировано мы ее введем, а так, пожалуйста, сколько угодно. Понятно. Ну что ж, мне остается только благодарить вас за участие в этом эфире. У нас был в гостях журнал «Логос», его главный редактор Валерий Анашвили, старший научный сотрудник Института философии Игорь Чубаров, доцент философского факультета Высшей школы экономики Александр Павлов. Но от себя скажу, что, наверное, бессмысленно с порнографией бороться. Все равно, что бороться с человеческим воображением, бороться с телевидением, бороться с шопингом. Одна неизбежная – это секс эпохи постмодерна. И, собственно, чем больше запрещают, мне кажется, тем больше порнографии. Порнография создается запретами. В этом смысле главный порнограф – этот наш взбесившийся принтер, который печатает указы и ограничения один за другим. Ну что ж, это была программа «Археология». За пультом Анна Соколова, продюсер программы Дина Турбовская. Я ваш археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.